МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это одно из первых мероприятий в этом году, которые начинают нашу деятельность, поскольку весна. Молодые атомщики в акции «Добровольцы детям». Мы очень надеемся, что вы победите не только в муниципальном этапе, но и в областном, и в федеральном. Открытие чемпионата по футболу «Кожаный мяч». Детская телестудия «Искра» на форуме в Сочи. 15 мая глава муниципального образования Андрей Шубин провел плановое совещание с председателями комитетов администрации и руководителями муниципальных предприятий и коммунальных служб. Подробнее в нашем сюжете. 14 мая глава Андрей Шубин подписал распоряжение об открытии городского пляжа. Открыть городской пляж для купания людей в отведенной акватории Десангольского столбиках. В течение 1.06.2018 года. Установить время работы пляжа ежедневно с 11 до 20.00. У коммунальных служб города началась ремонтная кампания. Начинаются конкурсные процедуры по ремонту крови и ремонту внутри подъездов. И начинается у нас ремонтная кампания на внешних инженерных сетях. На этой неделе у нас начинаются испытания на тепловых сетях 4, 6 и 2 микрорайона. С четверга поэтому будет вводиться ограничение по горячей воде в домах 4, 6 и 2 микрорайона. И соответственно по результатам испытаний будет проводиться имуковосновительная работа, если этого потребуют результаты испытания. 15 мая на стадионе детской юношеской спортивной школы стартовал чемпионат по футболу «Кожаный мяч». Сейчас идет работа по организации и проведению летней оздоровительной кампании. В реестр лагерей Смоленской области включены 5 лагерей, которые будут работать на базе всех наших школ и Дома детского творчества. Мы приглашаем школьников для организованного отдыха в лагеря дневного пребывания. И по всем вопросам приема в лагерь можно обращаться как в сами учреждения, так и в комитет по образованию по телефону 744-14. Хочу отметить, что питание воспитанников в лагерях дневного пребывания будет организовано как за счет субсидий из областного бюджета, так и за счет родительских средств. Комитет по культуре и молодежной политике города продолжает свою работу. 17 мая в 18.00 Центр культуры и молодежной политики приглашает на отчетный концерт детского вокального коллектива «Калибри» в гостях у сказки. 18 мая наш историко-краевический музей отмечает свое 20-летие. С программой мероприятий можно ознакомиться на интернет-площадках администрации города Десногорска. Также 18 мая в 16.00 в Центре культуры и молодежной политики состоится ежегодный конкурс детского творчества «Зажги свою звезду». Отдел социальной защиты населения Десногорска проводит оздоровительную кампанию для детей-льготников. Выданные путевки не только по территории Смоленской области, но и первая группа детей отправилась на Азовское море. Ждем дальнейших путевок. Еще хочу обратиться к льготникам. Если некоторые выплаты по разным льготам проводились вперед за месяц, то сейчас график будет сдвинут, и все выплаты будут проходить месяц в месяц. То есть льготники будут получать выплаты в начале текущего месяца. Уровень безработицы в Десногорске составляет 0,62%. 18 мая исполняется 20 лет историко-краеведческому музею Десногорска. В здании торгового центра «Феникс» состоятся праздничные мероприятия, мастер-классы, акция «День дарителя», выступления театра «Гном» и коллектива «Ренессанс». Приглашаем всех с 4 до 8 часов вечера. 15 мая отмечается Международный день семьи. Именно в этот день организация молодых атомщиков побывала в Центре поддержки семьи и детям «Солнышко» и помогла воспитанникам учреждения посадить цветы на клумбу. 35 клубней гладиолусов ребятам подарила первичная профсоюзная организация Смоленской атомной электростанции. Ранней весной воспитанники вместе с педагогами посадили их в горшочки и заботливо ухаживали. А теплым майским вечером с друзьями молодыми атомщиками решили высадить их на клумбы возле Центра. Сегодня на базе нашего учреждения Центра «Солнышко» в рамках акции ежегодной «Добровольцы детям» и Международного дня семьи проводится акция по посадке гладиолусов воспитанниками Центра «Солнышко» совместно с организацией молодых атомщиков. Мероприятие плановое было запланировано в рамках мероприятия акции «Добровольцы детям» 2018, которая проходит с апреля по сентябрь 2018 года. Центр «Солнышко» принимает участие в этой акции ежегодно, и каждый раз для ребят организуется много мероприятий и развлечений. Помогают в этом педагогам друзья учреждения «Омовцы». Молодые атомщики уже много лет шефствуют над Центром и организуют спортивные и туристические развлечения для детей. А при содействии руководства Смоленской АЭС оказывается и другая помощь Центру. Организация молодых атомщиков Смоленской АЭС ежегодно принимает участие в наших всех мероприятиях. Также работники атомной станции откликаются на наши просьбы. Просьбы и в прошлом году благодаря Смоленской атомной станции у нас была отремонтирована группа мальчиков с круглосуточным пребыванием. Были выделены денежные средства на косметический ремонт группы. Огромное спасибо хотелось бы передать работникам атомной станции, организации молодых атомщиков и Павлу Алексеевичу Лубенскому. Помощь Центру «Омовцы» оказывают с момента создания организации и добрых дел на их счету уже немало, ведь поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, святое. С самого начала нашей организации тогда еще был приют «Солнышко», и мы сразу взяли его подшествия, так же, как и школа-интернат поселка Якимович. Это одно из первых мероприятий в этом году, которые начинают нашу деятельность, поскольку весна. В ближайшем будущем мы проведем еще несколько ряд спортивных игр, ну и по мере обращения руководства «Солнышко» мы будем, естественно, всегда им помогать. Все, кто принимал участие в мероприятии, будут ждать с нетерпением августа, чтобы посмотреть на результат своего труда и узнать, какого цвета гладиолус он вырастил. В Смоленске стартовал благотворительный фестиваль «Детский киномай». В этом году ребят ждет насыщенная программа – более 30 художественных и анимационных фильмов, а также множество мастер-классов и творческих встреч. Все приглашенные звезды участвуют в кинофоруме бесплатно. На все сеансы вход свободный. 15 мая на стадионе детской спортивной школы был дан старт муниципального этапа всероссийских соревнований по футболу среди школьников. Соревнование «Кожаный мяч» – важное событие года в области детского спорта не только в Десногорске, но и во всей России. Участники турнира – исключительно спортсмены-любители. В Десногорске с 15 по 17 мая будет проходить первый муниципальный этап соревнований. Каждую школу представят две команды – мальчики 10-11 лет и 12-13 лет. В торжественном открытии турнира принял участие заместитель главы города Александр Новиков. «Хотелось бы в первую очередь сказать вам, что мы очень надеемся, что вы победите не только в муниципальном этапе, но и в областном, и в федеральном и станете одной из лучших команд, которые участвуют в этом соревновании». Тренерское наставление перед важной игрой – простое и эффективное. Все тактические схемы уже отработаны. Теперь нужно не дрогнуть психологически, собраться и показать свой максимум. Пусть физическая форма игроков не идеальна, техника не без огрехов, зато этот футбол искренний и эмоциональный. Школьники будут соревноваться за звание лучшей команды Десногорска и примут участие в следующем отборочном этапе, который пройдет в Росховле в конце мая. В жизни ребят футбол занимает очень важное место. Юные спортсмены постоянно тренируются и играют с друзьями на поле недалеко от дома. И ребята довольны тем, что проводятся такие турниры, где у них есть возможность показать себя и завоевать достойное место. «Мне нравится футбол, потому что здесь практически все мои друзья и интересно играть в него». «Я очень часто хожу на стадион «Атам-танс» и мы там играем с друзьями в футбол». В итоге упорной борьбы в возрастной категории 10-11 лет места распределились следующим образом. Первыми стали команда первой школы, второе место у второй школы и третье место заняла команда четвертой школы. Игры возрастной категории 12-13 лет пройдут 17 мая. Как говорит наш президент, здоровые дети сегодня, здоровая и сильная Россия завтра. Два автомобиля, перевозивших груз из Белоруссии, задержали сотрудники пограничного управления ФСБ. У мяса не было никаких сопроводительных документов, подтверждающих его происхождение и безопасность. Говядина перевозилась с нарушением температурного режима и не имела ветеринарных клеем. Груз вернули обратно в Белоруссию. Десногорские юные журналисты за победу в конкурсе видеороликов отправились в очень важную командировку на международный форум «Атом-экспо-2018», который проходит в городе Сочи. Подробности – фоторепортажи. Спасибо. Представилась за победу в конкурсе видеороликов в номинации «Интервью» по метапредметной Олимпиаде. Творческая команда Станислав Розганов-Александр Боченок под руководством педагога второй школы Олеси Рачек прибыла в Сочи 13 мая и сразу включилась в работу. Ребята побывали в разных павильонах форума, поучаствовали в физическом квесте и мастер-классах. Поработали в качестве операторов и как взрослые журналисты брали интервью у участников форума. Это первый опыт для начинающих журналистов на столь масштабном и серьёзном мероприятии, который обязательно пригодится им в будущем. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.difistv.ru. Также мы ждём ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова